Строительство развязки на Петербургском шоссе, которое проходит по местам массового захоронения красноармейцев, не прекращено. Тяжелая техника по-прежнему на месте. Более того, за полторы недели увеличился объем проделанной работы. Сегодня в 10 утра пресс-служба Западного военного округа анонсировала поисковое мероприятие. Городские СМИ получили официальные приглашения с просьбой аккредитоваться. Но в назначенное время ни представители ЗВО, ни бойцы специального батальона на месте не появились. Катерина Правдина с подробностями. В назначенное военными время на месте строительства развязки на Шушарской дороге 90-й специальный батальон встречали многочисленные приглашенные журналисты. Приехали также поисковики разных отрядов и руководители военно-исторических обществ. В ожидании военнослужащих энтузиасты разошлись по территории. У вас среди гусениц, вот, пожалуйста, остатки костей. Предположительно, что, скорее всего, его все-таки немножко даже протащило. Протащило, конечно. Здесь не обязательно иметь щуп, чтобы снова убедиться в том, что поисковикам и так давно известно. Тут вокруг захоронения советских солдат, останки которых в результате работы строительной техники оказались на поверхности. И, похоже, эти работы на развязке, которая затрагивает больше половины площади захоронения, так и не были остановлены. Потому что за последние 10 дней технику перенесли на другую сторону дороги, а в земле появились новые сваи. Есть закон, есть деньги, есть люди, есть человеческие отношения. Я не знаю, кого будет ездить по этой дороге, если здесь останется воинское захоронение под асфальтом. Поэтому об этом можно забыть, не думать об этом. Но тогда вообще зачем мы говорим про День Победы, про память, еще про что-то. Давайте сделаем один большой памятник навсегда и про все остальное забудем. Давайте забудем вообще про Великую Отечественную войну. Поисковики еще не понимают, зачем доказывать факты, подтвержденные официальными документами. Учетной карточкой воинского захоронения 2011 года, отчетом и актом, составленными для уточнения границ годом позднее. И скрепленные подписями официальных лиц. В результате обследования указанной территории наличие воинского захоронения в соответствии с учетной карточкой воинского захоронения на данной территории подтверждается. Глава местной администрации, муниципальное образование, поселок Шушара, Сызранцев, подпись, печать. Заместитель главы Пушкинского района, 10 дней назад утверждавший, что информации об этом захоронении нет, сегодня тоже был на стройплощадке. Наверное, тоже ждал 90-й спецбатальон. Но при попытке уточнить детали происходящего, стремительно уехал. Почему вы не хотите с нами пообщаться? Водитель даже не успел разложить зеркала. Глава историко-патриотической организации, обследовавшей территорию в 2012 году по соглашению с военными, и чья подпись также стоит на официальном акте, хорошо помнит работу пятилетней давности и тоже недоумевает. На тот момент мы вообще думали, что ни у кого нет сомнений, что здесь захоронение, вопрос закрыт. И никто не думал, что это возникло. Журналисты и поисковики тщетно ждали на Шушарской дороге бойцов специального отдельного батальона. Сначала представители Западного военного округа сообщили, что батальон ждет саперов. Саперы прибыли, но им никто не мог поставить задачу, какую территорию обследовать. Строителей на площадке сегодня не оказалось. И саперы уехали. А потом выяснилось, что командующий округом сказал, на эти поисковые мероприятия батальон уехать не надо.